Предупредить, защитить, привить. Это девиз Европейской недели иммунизации, которая будет проходить с 23 по 30 апреля. Она проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения уже седьмой раз для того, чтобы как можно полнее информировать людей о необходимости вакцинации. Волгоградская область тоже примет участие в этой ежегодной акции о том, почему необходимы прививки и какие еще заболевания медики планируют победить с помощью иммунизации в материале Людмилы Кухаревой. У нас больше нет дифтерии, а в случае кори и паротита из-за разряда единичных врачи объясняют это активной иммунопрофилактикой. Волгоградской области уже полвека проводят вакцинацию против многих заболеваний. 11 из них включены в национальный календарь прививок, что позволяет сформировать устойчивый коллективный иммунитет. Если мы не будем проводить прививки, через 5 лет вернется вся эпидемическая обстановка как в допрививочный период. Почему? Потому что регистрация случаев, их распространение сразу пробивает тот коллективный иммунитет, который имеется. Правда, сегодня медиков все больше тревожит факт отказа от профилактических прививок. Многие родители считают необязательной вакцинацию своих малышей. А между тем, предостерегают специалисты, такая легкомысленность может навсегда приковать человек к постели или даже привести к смерти. Отказываться, я думаю, что нельзя. Вот, например, по данным Всемирной организации, это в средствах массовой информации это все есть. В прошлом году во Франции было зарегистрировано около 5000 случаев кори за весь год. В этом году с января по март тоже около 5000 случаев зарегистрировано. А вы знаете, что и мы ездим сейчас, и наши дети ездят за границу, и к нам приезжают, и трудовая миграция существует. Кроме национального календаря прививок, существует еще и региональный. В прошлом году Волгоградская область самостоятельно финансировала две дополнительные вакцинации против гемофильной и пневмококовой инфекций. Они вызывают серьезные заболевания, в первую очередь, у детей. А в этом году особое внимание медиков будет обращено на профилактику ветряной оспы. Иммунизация начнется уже через месяц, она рассчитана на малышей 2-5 лет. Ежегодно в нашей области ветряной оспы заболевают свыше 12 тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что через три года прививок эти показатели могут сократиться в 10 раз.